Прошло еще одно подведение итогов работы. В Прикубанском сельском поселении 2020 год был результативным, о чем свидетельствуют реальные успехи в его социальном развитии и благоустройстве. Мы побывали на открытой сессии Совета поселения. Смотрите наш репортаж об этом событии. Все, кто въезжает на территорию нашего муниципалитета со стороны Крымска, проезжают через Прикубанское сельское поселение. Здесь проживают около 2600 человек. Причем наблюдается прирост населения, в том числе за счет приезжающих. Людям нравится здесь жить. У поселения есть свое лицо. Своебразие этого поселения, оно прежде всего заключается, я думаю, в тесном проживании людей на протяжении уже не одного десятка лет. Сплоченность населения, конечно, огромную роль оказывает в жизни Прикубанское сельское поселение, это казачье общество. Это костяк, вокруг которого формируются самые идеи и пути их воплощения. В отчетном докладе главы Прикубанского сельского поселения Александра Бельдиева рассказано все, что было сделано. Одно из самых красивых и удобных для жителей сельских поселений Краснодарского края, несмотря на все сложности, связанные с преодолением ситуации с коронавирусной инфекцией, сумело сохранить набранные темпы у развития. Тесное взаимодействие с населением принесло свои определенные результаты. То есть практически то, что мы наметили и задумывали на 2020 год, мы практически все это сделали, выполнили, воплотили в жизнь. Да, действительно, работали и как по направлению, по программе краевой развития сети автомобильных дорог, так и по своим планам проводились капитальный ремонт улиц, как в асфальтном исполнении, так и в щебеночном исполнении. Три детские площадки отремонтированы с тем, чтобы детям было приятно там играть. Благоустройство по-прежнему в центре внимания. В плане благоустройства мы посадили две аллеи, высадили свыше 200 деревьев. Активное участие в этом, конечно, принимало как население, так и все предприятия, организации, социальные сферы, которые осуществляют свою деятельность при кубанском сельском поселении. Включая также очень огромное спасибо и педсоставу школы, и самим учащимся. Весомым подспорьем в проведении запланированных мероприятий служит участие в краевых программах, которые обеспечивают необходимое финансирование. Таких успехов или таких масштабов реализации по благоустройству без краевых программ, это естественно у нас бы не получилось. Поэтому мы также надеемся участвовать в краевых программах по развитию также сети автомобильных дорог, по развитию сельской местности. То есть все, что это возможно, какие программы работают, мы кругом заявляемся, кругом хотим поучаствовать. Мы понимаем, что привлечение таких средств, как по программам, да, но это очень существенное подспорье для нас. Глава Славянского района Роман Сенеговский отметил, что в поселении Слажина работает одна команда, которая правильно понимает, как нужно работать и на что обращать особое внимание. Я считаю, что это очень важно. И вот те традиции, наверное, те подходы в поселении, которые были, вот еще, как я сказал, много лет назад, на сегодняшний день я бы хотел, я вижу, что Александр Иванович со своей командой пытается эти подходы использовать. Сам Бог велел. Все работы выполнять качественно. И тротуары, и дороги, вот о которых было сказано, и ту же подсыпку на сегодняшний день. Можно по разной цене щебень покупать и по разной цене, по разным технологиям это все укладывать. Роман Сенеговский подчеркнул, что перед администрацией поселения стоят большие задачи, которые не ограничиваются наведением порядка и нормальной работы жилищно-коммунального хозяйства. Хотя и это все важно. Тоже очень важно, что все вот и спорт, и патриотика, памятники, и мероприятия, которые проходят, и вы гордитесь одними детьми, которые победили в конкурсах каких-то. Это правильно, я всегда говорю, это наша работа, мы обязаны ее делать хорошо. Много хорошего сделано за 2020 год в районе, и об этом рассказал Роман Сенеговский. На уровне района участие в различных программах в числе приоритетов работы. Мы приняли участие в 10 краевых программах, 4 национальных проектах образования, безопасной и качественной автомобильной дороги, демографии, жилье и городская среда. В результате общий объем доходов районного бюджета с учетом краевой и федеральной помощи составил 2 миллиарда 757 миллионов рублей. Это позволило построить детские сады и спортплощадки, медицинские учреждения, выполнить большие объемы благоустройства в городе и сельских поселениях. И также решить многие вопросы обращения в граждан. Глава района проинформировал собравшихся о социально-экономических успехах муниципалитета. А они очень весомы. Это новые корпуса детских садов, парки, спортивные детские игровые площадки, стадион, фельдшерско-акушерский пункт и офис врача общей практики. По всему району отремонтировано свыше 130 километров дорог в асфальтобетонном и гравийном исполнении. И все это построено и отремонтировано за прошедший год. Не было забыто и прикубанское сельское поселение. Затем жители поселения озвучили ряд вопросов, которые их беспокоят. В частности, это касалось водоснабжения, оснащения спортивной площадки, безопасности дамбы, безнадзорных собак и выброса мусора жителями в неположенных местах. Глава Славянского района и глава поселения ответили о возможностях решения. Все озвученные вопросы будут взяты на контроль. Проблемы еще есть, но они постепенно решаются. Радует взаимодействие местной власти и общественности. Жители довольны тем, как идут дела в поселении. Развитая инфраструктура, у нас есть где работать, правильно, есть дороги. Я, например, живу на улице Набережная, это около речки. У нас там полностью освещенная улица. Мы в темноте не прозеваем. И да, администрация старается, то есть нас слышит. Если, например, нам нужна дорога, там разбилась, нам обязательно подвезут какой-нибудь там камень, который соседи быстренько раскидают. То есть мы стараемся сотрудничать с администрацией, да, и люди, в общем, слышат администрацию, и администрация, безусловно, слышат людей. Конечно, мы всегда на каждой сессии обсуждаем любые вопросы. Это и вопросы населения, требующие срочных решений, может быть, какие-то предложения и инициативы граждан. Конечно же, это все рассматриваем и стараемся где-то сразу решать, помогать главе. И где-то, конечно, в перспективе, чтобы глава, ну, как сегодня было предложено, что программы, инициативное бюджетирование. Но в любом случае, каждое предложение, оно рассматривается на сессии. Поэтому, конечно, мы и признаем работу удовлетворительной, потому что сделано действительно много. Депутатами совета и жителями работа главы администрации прикубанского сельского поселения признана удовлетворительной. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».